За грех массы, где израильтяне испытали Бога и усомнились в его присутствии среди них, они были немедленно наказаны, на них напали амалекитяне. Первый же стих после эпизода с водой гласит «Пришел Амалек и воевал с Израилем в Рефидиме» Шмот 17.8 Вот что сказано в Шмот Раба 26.2 Раби Иуда говорит «Израиль сказал, если Бог владыка всех дел, так же, как Он владыка над нами, мы будем служить Ему, в противном случае мы восстанем». Раби Нехемия говорит, что они сказали «Если Бог поддержит нас пищей, как правитель в своем городе, так что Его подчиненным ничего от Него не нужно, Его поддержки достаточно для того, чтобы они не обращались к Нему с просьбами ежедневно, мы будем служить Ему, в противном случае, если Он не сможет дать нам много и сразу, мы восстанем». Конец цитаты. Равины говорят, что Израиль сказал «Если Бог знает наши мысли, мы будем служить Ему, в противном случае мы восстанем». Бог сказал им «Если вы хотите испытать Меня, пусть придет грешник и испытает вас». Сразу же сказано «Пришел Амалек», Шмот 17.8 «Бог сказал Израилю, я носил вас на облаках славы, но вы все равно говорите, есть ли Бог среди нас, поэтому придет враг и будет господствовать над вами». Так сказано «Пришел Амалек». Конец цитаты. Израиль согрешил главным образом тем, что перестал доверять способности Бога спасать свой народ в каждом конкретном случае, ограничившись абстрактной верой. Когда у человека нет доверия, он считает силу Бога ограниченной, сомневается в его бесконечных качествах. Об этом и говорит стих Таилим 78.41 «Но они снова испытывали Бога и установили границы святому Израиля». Радак так комментирует этот фрагмент. «Они приписали ограниченность ему, говоря, мы сделаем это, но не то». Конец цитаты. Тот, кто приписывает Богу какие-либо ограничения, сомневается в его существовании. Ведь если святой Израиля не всемогущ и не бесконечен, тогда он и не Бог, не Всевышний. Признавая существование Бога и полностью полагаясь на Него, мы провозглашаем Бога всемогущим владыкой, для которого нет ничего невозможного. Как раз в этом Израиль и сомневается. Есть ли в Галаде бальзам, Ермиягу 8.22, способный залечить ваши раны? Бог поднял носа наших предков на орлиных крыльях, а они испытывали носу Его. Сегодня мы исправно следуем по их стопам. Бог приготовил для нас величественное и быстрое избавление, как сказано «Я ускорю Его», Ешаягу 60.22. «На облаках небесных шел некто, подобный сыну человека» Даниил 7.13. «Однако мы отказались довериться Ему, чем отсрочили и избавление, и конец дней. Мы сами закрыли себе путь к избавлению. Мы променяли облака славы на нищего, едущего на осле» Захария 9.9. «И все это по той лишь причине, что мы не поверили в Бога и не доверились Ему». Отсутствие у Израиля веры в Бога проявилось в Мерре, первой же остановке после Чуда Красного моря. «Буквально только что они были свидетелями чуда и поверили в Бога и Моше, раба его» Шмот 14.31. «Однако вот что происходит затем. Моше увел детей Израиля от Красного моря, и они пришли в пустыню Сур. Они шли три дня в пустыне, не находя воды. Наконец они пришли в Мерру, но не могли пить воду в Мерре, потому что она была горькая, моря. Вот почему это место было названо Мерра. Люди жаловались Моше. «Что мы будем пить?» Спрашивали они. «Когда Моше вызвал Господу, он показал ему одно дерево. Моше бросил его в воду, и вода стала годной для питья». Шмот 15.22-25. «Насколько же шаткой была их вера в Бога и раба его Моше, что уже так скоро они снова испытывали Бога?» Бог сделал так, что сразу же после великого чуда и великой радости Красного моря евреи оказались в выжженной пустыне без воды. Обратите внимание, сколько раз слово «мар» повторяется в одном стихе. «Наконец они пришли в Меру, Мара». Но не могли пить воду в Мере, потому что она была горькой, Мара. Поэтому это место было названо Мерра, Мара. «Израиль должен был научиться полагаться на Бога, принимать Его владычество и восхвалять Его не только в радости, но и в страдании». Мы уже цитировали Брахот 54 Алиф. «Человек должен благословить Бога за неудачу так же, как и за добрую удачу». Об этом же говорится в Елкут-Шимани, Ешиягу 8, 414. «Не делайте себе серебряных или золотых богов!» Шмот 20, 20. Бог сказал Израилю, «Не ведите себя со мной так, как идолопоклонники ведут себя со своими богами. Когда к ним приходит добрая удача, они чтят своих богов, а когда их постигают страдания, они проклинают своих богов. Вы, однако, должны благодарить, когда я приношу добрую удачу или страдания». Как сказал царь Давид, «Я подниму чашу спасения и призову имя Господа. Я нашел бедствие и печаль, но я призвал имя Господа». Таилим 116, 13, 3, 4. Бог хотел показать огромную разницу между великой радостью, как при разделении моря, и великой скорбью, как при нехватке воды. Он показал израильтянам, что восхвалять и благодарить Бога нужно не только в радости, но и в бедах. Как просто доверять Богу, когда тебе не грозит опасность? В такой ситуации кто угодно может стать «святым» в кавычках, говорить о своем уповании на Бога, ведь тогда в этом нет необходимости. По-настоящему эти качества проверяются только в сложной ситуации. Только во время испытаний выясняется, кто верит по-настоящему, а кто нет. В рассматриваемой ситуации евреи не просто долгое время провели без воды, но еще и обнаружили горькую воду. Вот конкретный пример ситуации, где на первое место выходит доверие к Богу. Ему было угодно, чтобы Израиль прошел через страдания. Когда у человека все хорошо, когда у него есть все, невозможно духовно расти. Материальный достаток способствует развитию эгоизма и духовной бесчувственности. Только отведав горя и страданий, человек способен проявлять доброту и милосердие к нуждающимся, что способствует обузданию собственного эго. Это важный принцип. Комфорт и процветание уничтожают духовность человека, делают его неспособным идти на жертвы, заставляют забыть о своем земном долге и о том, что этот мир лишь временное пристанище перед миром будущим. Комфорт и процветание притупляют и чувство, и разум. Вот что сказано в Сифри, Экев 43. «Вы будете есть и насытитесь, смотрите, чтобы ваше сердце не прельстилось», Дворим 11, 15, 16. Муше сказал им, «Смотрите, чтобы вы не восстали против Бога, ибо никто не восстает против Бога иначе, как только через достаток». Как сказано, «Вы станете есть и насыщаться, построите дома и поселитесь в них. Ваши стада и скот увеличатся, и вы приобретете много серебра и золота. Все, что у вас есть, может увеличиться». Дворим 8, 12, 13. «Что затем?» «Твое сердце затем может стать надменным, и ты можешь забыть Господа твоего Бога». Там же, стих 14. Подобным образом сказано, «Когда я приведу их в землю, где течет молоко и мед, которую я обещал их предкам, они будут есть, насытятся и будут жить в роскоши, тогда они обратятся к чужим богам». Дворим 31, 20. «А также народ сел есть и пить, затем встал веселиться». Шмот 32, 26. «Мы также находим, что поколение потопа восстало только из-за достатка». Они сказали, «Если все, что он дает, это небольшой дождь, то он нам не нужен». «Река восстала из земли и полила всю поверхность земли», Берешит 2, 6. «Бог сказал им, «Вы насмехаетесь над моими дарами, именно через них я и накажу вас». «Дождь лил на землю сорок дней и сорок ночей», Берешит 7, 12. «Мы также находим, что люди Вавилонской башни восстали против Бога только из-за достатка. На всей земле был один язык с одинаковыми словами. Когда люди переселились с востока, они нашли долину в земле Сен-Наар и поселились там». Берешит 11, 1, 2. «Поселение, в кавычках, упомянутое здесь, относится только к еде и питью, как сказано, народ сел есть и пить и затем встал веселиться». Шмот 32, 6. «Это потворство привело к тому, что они сказали, пойдем построим себе город и башню, чья вершина достигнет небес, сделаем себе имя», Берешит 11, 4. «Чем ответил Бог?» «Господь рассеял всех их по лицу земли», Берешит 11, 8. «Также Исдом восстал против Бога, только благодаря достатку, как сказано, земля, производящая хлеб, низвержена, словно огнем», Иов 28, 5. «Содом сказал, у нас есть пища, будем гостеприимно раздавать ее путешественникам». Бог ответил, «Вы хотите гостеприимно раздавать только потому, что я пролил дары на вас, я изгоню вас с земли». Мудрецы также говорят, Брахот 32, Алиф, «Школа Раби Янная узнала это из стиха «Иди за Гав!» Дворим 1, дробь 1. «Что здесь имеется в виду?» Школа Раби Янная говорит, «Моше обратился к Богу, говоря, «Владыка Вселенной, серебро и золото за Гав, которое ты проливал на Израиль, пока они не сказали «Дай!» Довольно!» Заставила их сделать золотого тельца». Школа Раби Янная говорит, «Лев рычит, не когда ест солому, а когда ест мясо». Раби Ошая сказал, «Это как человек, у которого была тощая корова. Он кормил ее Викой, и она пинала его». Человек сказал, «Из-за чего ты меня пинаешь?» «Из-за Вики, которой я кормлю тебя». Раби Хия Бараба сказал от имени Раби Йоханана. «Это как человек, который искупал своего сына, накормил его, повесил ему на шею кошелек и посадил его у двери публичного дома. Как этому сыну избежать греха?» Раби Аха, сын Хуны, сказал от имени Шешета, «Это как поговорка, полный желудок – один из видов зла». Как сказано, когда их кормили, они насыщались, они были присыщены, и их сердце вознеслось, «поэтому они забыли меня». Ошеа 13.6 Раби Нахман привел Дворим 8.14 «Тогда твое сердце может стать надменным, и ты забудешь Господа». И раввины привели Дворим 31.20 «Они будут есть, насытятся и начнут жить в роскоши, тогда они обратятся к чужим богам». Или, если хотите, «Так Ешурун растолстел и восстал». Там же, 32.15 Раби Шмуэль Барнахмани сказал от имени Раби Йонатана, «Откуда мы знаем, что Бог со временем уступил Моше?» Сказано, «Серебро я дал им в достатке, и они использовали золото для вала». Ошеа 2.10 «Все это происходит именно в условиях покоя и достатка. Наши мудрецы это хорошо понимали», берешит Раба 84.3. «Когда праведные живут в покое и хотят и дальше так жить здесь, на земле, приходит сатана и обвиняет их. Разве недостаточно, что их будущая награда уже обеспечена, но они еще и ищут покоя на земле?» «Знайте, что так и происходит. Поскольку Яаков искал покоя, он был наказан исчезновением Йосефа». Сказано, «Яаков жил», берешит 37.1. «Мне было нелегко, у меня не было покоя, у меня не было отдыха, но пришло несчастье». Йов 3.26. «Мне было нелегко из-за Эсава, не было покоя из-за Лавана, не было отдыха из-за Дины, но пришло несчастье, меня постигло несчастье Йосефа». Конец цитаты. «Бог создал человека так, чтобы он духовно рос и покорял жизненные вершины». Между тем, покой препятствует этим целям. Он ослабляет добрую волю, усиливает злые позывы, соблазняет достатком и пугает «опасностями» в кавычках самоотречения. Попробуем осмыслить процитированные слова мудрецов, «когда праведные живут в покое и хотят дальше так жить». Конец цитаты. «Когда в жизни воцаряется покой, человек стремится избегать самоотверженных поступков, ради которых он был создан. Страдания и несчастья — это благословения, поскольку только они могут спасти человека от гибельного покоя, что опускает человека до уровня животного, если не сказать насекомого». Бог явил Израилю доброту, когда отнял у них этот гибельный покой и позволил пройти через страдания. Мы уже приводили слова мудрецов из Брахот 5 алиф. «Если человек чувствует близкое страдание, он должен исследовать свои дела. Исследуем и испытаем наши пути и вернемся к Господу». Плач Ирмияу 3,40. «Если он исследовал и не нашел греха, он должен приписать это недостаточному изучению Торы. «Счастлив человек, которого ты заставляешь страдать, обучая его твоей Торе». Таилим 94,12. «Если он по-прежнему ничего не находит, тогда страдание очевидно является действием любви Бога, то есть чтобы он со временем получил большее вознаграждение того, кого Господь любит, того он наказывает». Мишлей 3,12. Конец цитаты. «Рава сказал от имени Раби Сихоры, который сказал от имени Раби Хуны, кого Господь находит приятным, того он угнетает болезнью». Ишаяху 53,10. «Я мог бы подумать, что человек получает награду за такое страдание, даже если он не принимает его с любовью». Следовательно, говорится, «Если его душа отдаст себя в искупление, там же, как искупление должно быть предоставлено с желанием, так же и страдание должно быть принято с желанием». Конец цитаты. «Оба типа, все страдания, даже то, что заставляет забыть о молитве и изучении Торы, составляют Божьи акты любви, как сказано, кого Господь любит, того Он наказывает». Мишли 3,12. «Тогда что мы узнаем из стиха? «Счастлив человек, которого ты заставляешь страдать, уча его твоей Торе». Конец цитаты. «Читай не уча его, ты ламдену, но учи нас, ты ламдеину, учи нас этому из твоей Торы на примере закона о глазе и зубе раба». Если раб освобождается, когда его хозяин выбивает один из его зубов или глаз, который составляет одну часть тела, то насколько же больше освобождает его страдание, очищающее все тело. На эту мысль обратил внимание раби Шимон бен Лакиш, который сказал, «Завет упомянут вместе с солью, как во фразе, не оставляй соль завета». Баикра 2.13 «И страданием, как во фразе, это слово завета», Дворим 28.6 и в конце проклятие ТОХЭХА. Как в первом случае соль очищает мясо от крови, так и во втором случае страдание очищает человека от всех грехов. Бог проявляет к человеку любовь, когда подвергает его страданию и лишает достатка этого смертельного болота бетца, превращающего человека в некошерное страусиное яйцо бетца, заставляющего забыть о своем земном предназначении. Мудрецы пишут, Кедушин 40 бет, с чем из этого мира сравнить праведных с деревом, стоящим полностью в чистом месте, но ветви которого простираются над нечистым местом. Подрежь ветки, и дерево будет стоять полностью в чистом месте. Так и Бог подвергает праведных страданию здесь, на земле, чтобы они наследовали будущий мир. Цитата, «Хотя твое начало было болезненным, со временем ты будешь процветать». Иов 8, 7, «Если человек рожден в чистоте и хранит ее на протяжении всей жизни, Бог отрезает его ветви, простирающиеся над нечистотой». Иными словами, с помощью страдания Бог ограждает праведных от нечистоты, таким образом сохраняя их для будущего мира. О стихе из Иова мудрецы говорят так, Танхума Экеф 3, «Это учит нас, что всякий страдающий со временем обретет покой. Никто не страдал больше, чем Авраам, который был брошен в печь и был изгнан из дома своего отца. Его преследовали шестнадцать царей. Он прошел через десять испытаний. Он похоронил сару, однако со временем он нашел покой». Конец цитаты. Сегодня мы являемся свидетелями духовной гибели Израиля. На наших глазах гибнут те, чья набожность ограничивается ритуалами, приносившими им покой в нечистых землях изгнания. Эта самодовольная успокоенность привела в запустение землю Израиля единственный дом евреев, жить в котором их долг. Израиль в изгнании погрузился в грязное языческое болото. С каждым следующим годом этой успокоенности они не только все больше загрязняются и ассимилируются, но ослабляется их самоотверженный дух, их способность к святости и величию. Подробнее мы коснемся этой темы в главе, посвященной изгнанию. Чем больше Бог любит человека, тем больше Он очищает его через великие страдания и испытания, из которых, как кажется, нет выхода. Когда Бог спасает такого человека, тогда Он ясно осознает, что есть Бог в Израиле. Подводя итог, можно сказать, что страданиями Бог очищает Мухиях, еврея, чем подтверждает Мухиях свое существование и величие. В этом смысле стих Мишлей 3.12 «Кого Господь любит, того Он наказывает», говорит о следующем «Если человек доверяет Богу и за это любим им, такой человек пройдет через порицание и страдание любви. Это, в свою очередь, увеличит его доверие, что докажет ему существование и величие Бога. Это самое высшее проявление любви Бога к человеку. Однако, чтобы понять и принять это, еврей должен иметь подлинную веру и вести самоотверженный образ жизни. Последние поколения увидели бесподобную утрату бетахон, беспрецедентное духовное падение. Да поможет нам небо! Еврей должен постоянно помнить о важности доверия Богу и о том, что это связано с проблемами и страданиями. Он должен помнить о следующем. Первое. Бог может сделать все, что угодно, в том числе спасти человека от страданий, а Израиль от его уз. Второе. Бог действительно спасает человека, если он этого достоин и этого требует обстоятельства. Третье. Если обстоятельства не требуют его спасения, например, когда Бог хочет преподать ему урок или когда страдания принесут ему пользу со временем, тогда Бог не ответит человеку. Однако он по-прежнему должен полагаться на него с полной верой, что все идет ему во благо, что страдания способствуют его духовному очищению и обузданию эгоизма. Чем сильнее страдание, чем более невозможно в кавычках его спасение, тем отчетливее будет доказано существование Бога, когда в итоге человек будет спасен. Четвертое. Даже если Бог не спасает человека немедленно, он может спасти его позже, когда тот извлечет из ситуации необходимые уроки, усвоит, что все то, что делает Бог к лучшему. Пятое. Даже если человек не будет спасен в земной жизни, вечная истина Бога принесет ему победу в посмертном существовании. Все это уроки Меривы, куда Бог привел Израиль сразу же после чудесного избавления на Красном море. Рассмотрим отрывок из Танхума в Бешалах 24, где комментируется стих Шмот 15-25 «Он воззвал к Господу и Господь показал ему дерево, он бросил его в воду и вода стала сладкой». Эти слова подчеркивают ключевой принцип веры и доверия к Богу. Мы находим, что смертный человек поражает ножом и лечит перевязыванием. Однако Бог использует тот же инструмент, которым поражает для исцеления. Так, когда Израиль пришел в Мериву, они не могли пить ее вод, и Моше думал, что Бог скажет ему бросить в нее мед или инжир, чтобы она стала пригодной для питья. Однако сказано, он возвал к Господу и Господь показал ему дерево, которое было горьким, как показывает следующий стих Шмот 15-25. Бог сказал ему, Моше, мои пути, не пути плоти и крови, теперь ты должен изучать Тору. Сказано, Господь показал дерево, дерево, не сказано, он показал ему дерево, но научил его дерево, бог научил его своим путям. Что это было за дерево? Раби Иошуа говорит, что это была Ива, Раби Натан говорит, что это был горький олеандр. Раби Элезер Амудай говорит, что это было оливковое дерево. В Михилте мы читаем, никакое дерево не горько так, как оливковое дерево. Раби Иошуа бен Карха говорит, что это была жесткая горная пшеница. Некоторые говорят, что это был корень инжира или граната. В любом случае оно было горьким. Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит, подумайте, пути Бога чудеснее путей человека. Человек исправляет горькое сладким, но Бог исправляет горькое горьким. Как это возможно? Он помещает нечто вредное в нечто также вредное, творя чудо внутри чуда. Так же и Ишая Ягу сказал, пусть сделают пласт из инжира и положат его на нарыв и он выздоровеет. Ишая Ягу 38 дробь 21 Ясно, что кровоточащая плоть тут же очистится, если на нее положить спрессованный инжир. Что сделал Бог? Он положил нечто вредное в нечто вредное, чтобы сотворить чудо. Так же сказано, Он прошел в ручей и бросил в него соль и сказал, так говорит Господь, Я исцелил эти воды, отсюда больше не будет ни смерти, ни выкидышей. 1 Царей 2 21 Ясно, что соль, добавленная к воде, делает ее непригодной для питья, однако Бог положит одно вредное вещество в другое, чтобы сотворить чудо. Бог сказал Муше, Я не поступаю подобным образом, ибо Я исцеляю самым актом Моего действия, поскольку это горькая вода, Я исправлю ее чем-то горьким. Отсюда мы извлекаем важнейший урок. Во-первых, страдание способствует духовному росту человека, он, так сказать, делается сладким. Мы читаем в Шмот Раба 23.3 От Бога мы узнаем, что тем же образом, которым Он поражает, Он так же и лечит, как сказано, Я верну тебе здоровье и очищу тебя от твоих ран. Ирмиягу 30.17 Теми же ранами, которыми Он нас поражает, Он лечит нас. Конец цитаты. Усвоить этот урок долг каждого еврея. Всем нам важно понять, что страдание ведет к очищению души и духовному росту, «Как горечь ведет к сладости». Мудрецы учили, что сладкое избавление придет только через горечь и освящение Божьего имени, если, конечно, мы не раскаемся и не примем избавление в славе. В главе избавления и освящения Божьего имени мы еще раз коснемся этой темы. Мы также узнаем, что единственный способ светить Божье имя это наказать горечь горечью, то есть отомстить нечестивым. Чтобы нечестивый признал Бога, он должен испытать на себе его силу, как уже объяснялось выше. Здесь уместно вспомнить еще об одном важном принципе. Там же в Мерве, где Бог учредил великий принцип веры и доверия, там же Он учредил и другой принцип ярмо неба. Цитата. Там Он дал им указы и законы, и там Он испытал их. Шмот 15-25. Раши объясняет, в Мерве Он дал им несколько частей Торы для изучения о Шабате, о Красной Корове и об отправлении правосудия. Конец цитаты. Источник этого высказывания Седер Олам Зута. Действительно, это великий принцип. Сразу же по выходу из Египта Бог решил дать Израилю указы и законы. Это две совершенно различные концепции Торы. Законы межпатим это логические заповеди, тогда как указы хуким это Божьи законы. Во Второзаконии 18-4 говорится «Мои законы исполняйте и мои уставы храните, чтобы ходить ими. Я Господь ваш Бог». Конец цитаты Мудрецы сказали Йома 67 бет «Мои законы исполняйте» Это относится к законам, которые, если бы не были записаны, логически должны были быть записаны. Идолопоклонство, сексуальный грех, убийство, воровство и проклятие Бога, то есть законы, без которых на земле царил бы хаос, Раши имел это в виду, когда сказал «Денин» отправление правосудия «Мои уставы храните, законы, оспоренные сатаной, поедание свинины, ношение одежды шатнез, смесь шелка и льна, ливератный брак и бум смотри дворим 25, процесс очищения прокаженного и козел отпущения в Йом Кипур». Чтобы вы не сказали, что эти уставы чепуха, сказано «Я Господь», то есть «Я тот, кто дал их, и вы не имеете права оспаривать их». Я уже упоминал в главе о небесном ярме, что в это ярмо входят все заповеди, которые должен выполнять еврей, чтобы выполнить свое земное предназначение. С одной стороны, если какие-то заповеди кажутся ему нелогичными и рациональными, он не должен оспаривать или высмеивать их. С другой стороны, он не должен исполнять рациональные законы только потому, что они ему понятны. Правильнее сказать, что он должен относиться к уставам как к законам и к законам как к уставам. И те, и другие нужно исполнять, потому что они исходят от Бога. Я уже обращал на это внимание, приводя слова мудрецов Торат Куаним, Ахарей Мод, Паршета 8.10. Это для того, чтобы присоединить хранение и исполнение к уставам и хранение и исполнение к законам. Конец цитаты. Другими словами, и хранить, и исполнять нужно и уставы, и заповеди. Ведь они сошли с Божьих уст, все их нужно исполнять охотно и с любовью, как часть ярма неба. Здесь мы встречаем еще один принцип. Два типа неверующих. Первый тип – это те, у кого действительно нет веры. Такие люди либо атеисты, либо вера для них не более чем дань традиции. Второй тип – это те, у кого недостаточно веры. Такой вид нееврея гораздо распространеннее и опаснее, поскольку от него не застрахованы ни праведники, ни ученые Торы. О таких людях также говорят, что они и верят, и не верят, как, например, Ной, о котором говорится. Ной вошел в ковчег отвод потопа. Берешуид 7.7 Раша объясняет, Ной тоже был среди тех, у кого было мало веры. Он и верил, и не верил, что придет потоп и не входил в ковчег до тех пор, пока его не вынудили воды. Конец цитаты. Об этом же говорится и в Берешит Раба 32.6 Раби Йоханан сказал, Ною не хватало веры. Если бы воды не достигли его лодыжек, он не вошел бы в ковчег. Конец цитаты. Словосочетание «Мехусар и Муна» использованное в этом Медраше означает недостаток полной веры, а не отсутствие веры как таковой, как в первой категории. Однако даже Ною, кто был праведен в своем поколении, Берешит 9.9, недоставало полной веры. Он и верил, и не верил. Важно прояснить, почему человек может и верить, и не верить. «Ибо», так сказал о Ханохе, Берешит Раба 25.1, «Ханох был лицемером, иногда он был праведным, иногда злым». Здесь не говорится о том, что если человек иногда верит, иногда нет, то он иногда злой. Важно другое. Недостаток веры может быть результатом лицемерия и боязни общественного мнения. Горе поколению, которое и верит, и не верит. Горе поколением, ушедшим в изгнание, которое поймало, поработило и поглотило их. Бог хотел создать гордый, праведный народ, уповающий на него и не боящийся плоти и крови. Как громовой шофар должны были звучать во все времена великие слова. Не бойся, мой Яков, Ешиягу 44.2. Именно об этом Моше сказал Израилю, смотрите, Господь ваш Бог поместил землю перед вами, идите и займите ее, как Господь Бог ваших отцов сказал вам, «Не бойтесь и не страшитесь» Дворим 1.21. Будьте сильны и смелы, не бойтесь и не падайте духом перед ними, Господь ваш Бог это тот, кто идет с вами и он не подведет вас и не забудет вас. Дворим 31.6. Нам уже хорошо известен руководящий принцип о том, что нельзя бояться смертного человека. Нас не должно покидать мужество, ведь с нами Господь Бог. Священная Тора постановила, «Когда ты пойдешь в битву с твоими врагами и увидишь лошадей, боевые клесницы и войска больше, чем твое, не бойся их, поскольку Господь твой Бог, выведший тебя из Египта с тобой. Когда ты придешь на поле битвы, Коэн выйдет и обратится к народу. Он скажет им, слушай, Израиль, сегодня ты будешь вести войну с твоими врагами. Не страшитесь, не бойтесь, не паникуйте и не расстраивайте ряды перед ними. Господь ваш Бог с вами, Он будет сражаться за вас с вашими врагами и избавит вас. Дворим 21.4 А вот о чем мы читаем в Мишне сота 42 алиф. Когда Машуа Милхама обращается к народу, он говорит по-еврейски, он скажет им, слушай, Израиль, сегодня вы идете на войну против своих врагов. Стих 3. Против врагов, а не братьев. Не Иуда против Шимона или Шимон против Беньямина, потому что они сжалились бы над вами, если бы вы пали в их руку. Вы воюете с вашими врагами, если вы падете в их руку, они не сжалятся над вами. Цитата Не страшись, не бойся, не паникуй и не нарушай строй перед ними. Дворим там же. Не страшись, ржанию лошадей и лязгу мечей. Не бойся, стука щитов и размера вражеского стана. Не паникуй при звуке горнов, не нарушай строй при криках. Господь твой Бог, тот, кто идет с тобой. Стих 4. Они возлагают надежду на плоть и кровь, а ты возлагаешь надежду на Бога. Филистимляне возложили надежду на Голиафа, а он пал от меча, и они пали с ним. Амманитяне возложили надежду на Шоваха, а он пал от меча, и они пали с ним. Ты не таков, однако. Господь твой Бог, тот, кто идет с тобой, он будет сражаться за тебя с твоими врагами. Это говорится о стане ковчега. Рабейну Бехайе написал Кадхакемах Ира почтение. Нам было заповедано почитать священного благоговейного Бога и только Его, а не плоть и кровь. Тора предупреждает, когда увидишь лошадей, боевые колесницы и войско больше, чем твое, не бойся их, дворим один. Пока кто-либо боится силы человека, его страх Бога не полон, следует бояться только одного Бога. Если кто-либо боится также и человека, тогда он не боится Бога всем сердцем, и его преданность ограничена. Тора заповедует, что всякий, кто боится и страшится, дворим двадцать восемь, должен вернуться домой с войны. Причина в том, что победы Израиля во всех его войнах полностью зависят от добродетельности. У этого человека нет полной добродетели, поскольку он не достиг уровня полной веры в Бога. В этом смысле Яшаяу предупредил, кто вы, что боитесь человека, который должен умереть. Вы забыли Господа вашего Создателя. Яшаяу 51-12-13 Яшаяу объясняет, что если кто-либо частично боится плоти и крови, это то же самое, что забыть Господа. А вот что Робейн Убихаи пишет в статье, посвященной доверию. Мы находим, что Тора призывает нас не бояться народов. Сказано, когда ты идешь на войну против твоих врагов, кто среди вас боится или страшится, должен вернуться домой. Дворим 21-8 Этим человеком овладел страх перед врагом. Он дрожит, видя его великий стан. Возможно, у него есть истинная вера в то, что все в Божьих руках, однако, поскольку он не развил свое доверие, он страшится, у него рабский дух, так что Тора велит ему вернуться домой. Поэтому сказано, страх перед человеком ставит сеть. Мишли 29-25 Страх человека перед человеком это грех против его собственной души, который ставит ему ловушку, укрепляет врага и приближает беду. Не следует бояться человеческой силы, а те, кто возлагают упование на Господа, будут возвышены там же, удалены от бед в награду за свое доверие, хотя беда должна была с полным основанием постичь их. Без сомнения, тот, кто боится человеческой силы, имеет рабский дух. Он забыл Бога. Конец цитаты. Ешаяу записал предостережение как раз для такого человека. Кто ты такой, что боишься человека, который умрет, и сына человека, который станет как трава? Ешаягу 51-12 «Сегодня мы здесь, а завтра в могиле. Ты забыл Господа твоего Создателя, который протянул небеса и положил основание земли, и ты постоянно боишься». Там же стих 13 «Это относится к случаю, когда человек видит, что беда быстро приближается и не может спасти себя». «Ты боишься постоянно, весь день из-за ярости угнетателя там же». Он должен был понять, что раньше он уже много раз был в этой ситуации, и Бог милосердно спасал его. Человек не должен бояться человека, который поражает нас, но только Бога». Конец цитаты. Вот что сказано о периоде правления царя Иосифата, когда на Израиль напали мощные армии аммонитян, маовитян и арамитян. Иосифат боялся и начал искать Господа и объявил пост по всей Иудее. Он сказал, «О Господи, Боже наших отцов, развиты не единственный Бог в небе, развиты не правитель над всеми царствами народов. В Твоей руке сила и власть, так что никто не может противостоять Тебе. Разве Ты, о Боже, не изгнал жителей этой земли от Твоего народа Израиля и не дал ее семени Авраама, Твоего друга, навсегда? Они жили здесь и построили Тебе святилище ради Твоего имени, говоря, «Если нас постигнет зло, меч, суд, болезнь или голод, мы встанем перед этим домом и перед Тобой, ибо Твое имя в этом доме, мы воззовем Тебе в нашем бедствии, и Ты услышишь и спасешь». О, Боже, разве не накажешь их? У нас нет сил против этого великого сборища, что пришло против нас, и мы не знаем, что делать, но наши глаза на Тебя. Вторая летопись 23, 6-9, 12. Вот какой была вера царя, который прекрасно знал в руке Бога сила и власть, и никто не может противостоять ему. Точно так же, когда на Иерусалим напала армия Сеннахерима, и большинство народа последовало за песцом шевной и решило сдаться, царь Хискиягу обратился к ним с такими словами, там же 32, 7, 8. «Будьте сильны и мужественны, не бойтесь и не страшитесь царя Ассирии и всего множества, что с ним, ибо с нами есть больше, чем тот, кто с ним, с ним рука из плоти, но с нами Господь наш Бог, чтобы помогать нам и сражаться в наших битвах». И народ положился на слово Хискиягу, царя Иуды. Вот каким истинным доверием обладали лидеры Израиля. К нашему великому огорчению сегодня страх перед смертным человеком и нехватка доверия к Богу поразили еврейский народ словно чума. Проклятие изгнания превратило еврея в раба, который сам отказывается от свободы. Мы превратились в народ, боящийся нынешних и бывших господ и неевреев в целом. Мы уже не способны перестать бояться нееврея и посмотреть ему в глаза, полагаясь на Бога. Эта нехватка доверия превратила массу евреев в рабов. Сначала Израиль оказался в изгнании, был в нем унижен, и затем уже изгнание вошло в Израиль. Удалить изгнание из Израиля в десять раз сложнее, чем удалить Израиль из изгнания. Вот почему даже в земле Израиля появился народ, не умеющий полагаться на Бога, дрожащий перед неевреями, перед плотью и кровью. К огромному сожалению, эта болезнь поразила даже ученых Торы. Этот рабский дух хорошо описал Ибн Эзра в комментарии на стих Шмот 14.13 «Тогда Израиль, стоя у Красного моря, увидел армию фараона и испугался». Цитата «Мы должны спросить, как мог Стан из шестисот тысяч человек испугаться своих преследователей? Почему бы им не сразиться за свою жизнь и жизнь их детей?» Ответ в том, что египтяне были хозяевами Израиля. Поколение, вышедшее из Египта, было с детства приучено нести египетское бремя, и у них был рабский дух. Будучи слабыми и непривыкшими к войне, как они могли теперь сражаться с собственными хозяевами? Мы видим, что Амалек пришел с небольшим войском, и если бы не молитва Моше, они бы победили Израиль. Один Бог совершает великие дела и управляет событиями. Он сделал так, что все мужчины, вышедшие из Египта, умерли, потому что у них не было сил воевать с хананеями, пока не появилось новое поколение, не видевшее изгнание и имевшее возвышенный дух. Конец цитаты. Ибн Эзра озвучивает замечательную и оригинальную мысль. Уже тогда, у Красного моря, в самом начале исхода, Бог решил, что то поколение было недостойно войти в землю. Только поколение с возвышенным духом способно положиться на Бога и сразиться с народами, и только оно достойно стать народом Бога. Соответственно, Бог не дал первому поколению войти в землю. К сожалению, в наши дни подобного не произошло. Сегодня в земле живет и поколение пустыни, и смешанное множество. Эрврав. Результат не замедлил сказаться. Нет ни веры, ни доверия к Богу. Горе нам! Среди нас царит рабский дух. Наша земля пропитана изгнанием и рабством. Еврей только тогда сможет противостоять нееврею с высоко поднятой головой, когда освободится от изгнания и тор изгнания. Нечто подобное мы читаем даже о Муше, величайшем из пророков. Ибн Эзра задает вопрос, почему Бог позволил Муше, святому от рождения, лидеру Израиля, вырасти во дворце фараона, в центре всех египетских мерзостей? Шмот 2-3. Цитата. Божьи мысли глубоки, кто может постичь его тайны? Только он владыка событий. Однако, возможно, дав Муше вырасти в царском дворце, Бог хотел, чтобы у него сложился возвышенный дух, а не рабский дух, свойственный рабам. Мы видим, что Муше убил египтянина за его насильственный поступок и спас дочерей Иофора от пастухов, которые отбирали у них воду. Конец цитаты. Здесь мы снова видим, насколько важно доверие. Это качество требует возвышенного духа, жаждущего возвышенных качеств. Оно требует доверяться Богу и не бояться плоти и крови. С другой стороны, раб, лишенный высокого духа, обременен служением господину и не способен даже помыслить о возвышенном. И вот вместо возвышенного положения рабов Бога мы становимся рабами рабов. Вот что сказали мудрецы Сифри Везод Габраха 357. Раб Господа Дворим 34.5 Тора не порочит Моше, но восхваляет его. Мы находим, что первые пророки были названы рабами, как сказано «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв тайны своей своим рабам пророкам». Амос 3.7 Бог объявил израильтян своими рабами. Цитата «Они мои рабы, которых я вывел из земли Египта» Вайкра 25.42 «Это наследие рабов Господа и их награда от меня», говорит Господь Ешаяу 54.17 «Славьте Господа, о рабы Господа, славьте Божье имя» Таилим 113.1 Вот о чем говорится в Елкут Шимони Таилим 113.872 «О стихе ночью я вспомню мою песню» Таилим 77.7 «Раби Иуда, сын раби Шимона сказал, община Израиля сказала перед Богом, Владыка Вселенной, я вспоминаю чудеса, которые ты совершил для меня ночью в Египте, я воспеваю Алель этим чудесам и пою песни и хвалы ночью. Песнь будет у вас как в ночь освящения праздника» Ешаяу 30.29 «Когда ты убил первенцев Египта, это было в полночь» Шмот 12.29 «Ту ночь мы были избавлены и ты вывел нас из наших уз, мы были рабами фараона и ты избавил нас и мы стали рабами тебе, как сказано «Славьте Господа, о рабы Господа» Фараон начал кричать «Раньше вы были моими рабами, а теперь вы свободны, вы никто иные, как рабы Бога, и вы должны славить Его, потому что вы Его рабы» Конец цитаты «Раб Бога» обязан принять ярмо своего небесного владыки, он должен смиренно почитать своего владыку, пребывать в страхе перед ним, прославлять его, именно по этой причине ему незачем бояться плоти и крови, «Раб Бога» никогда не станет рабом раба, то есть другого человека, любой, кто действительно боится великой силы Бога, никогда не испугается смертного человека, который пришел из праха и возвратится в прах, да, таков страх Бога, если человек пребывает в страхе и трепете перед величием и всемогуществом Бога, своего Создателя и Царя, то его покидает всякий страх перед плотью и кровью, ибо кто такой человек? Горе нам, нарушившим страшный запрет, дети Израиля мои рабы, они мои рабы, потому что я вывел их из Египта, я Господь ваш Бог, Ваикра 25 55 Раби Йоханан бен Закай так прокомментировал стих Кедушин 22 Бет Чем ухо отлично от всех остальных частей тела, что его протыкают, если еврейский раб отказывается от свободы? Бог сказал «Ухо, которое слышало мой голос на горе Синай, когда я сказал «Дети Израиля мои рабы, а не рабы рабов» и затем пошло и приобрело себе хозяина, должно быть проткнуто». Конец цитаты. Объяснение раби Шимона бен Реббе этого стиха словно жемчужина. Чем дверь и дверной косяк отличаются от всех остальных частей дома? Бог сказал «Они были свидетелями в Египте, когда я прошел за дверью и двумя косяками, говоря «Дети Израиля мои рабы, а не рабы рабов». И я вывел их из уз, а этот человек пошел и приобрел себе хозяина, да будет его ухо проткнуто в их присутствии». Конец цитаты. «Поскольку мы боимся народов, мы стали их рабами по собственной воле. Следовательно, мы заслуживаем того же наказания, что и раб, которому протыкают ухо». Цитата. «Тогда он будет служить своему хозяину вечно». Шмот 21 6. «Всякий, кто служит человеческому хозяину из страха перед ним, кто полагается на его добрую волю, отрицает существование верховного хозяина, Бога». «Более того, такой человек хулит Божье имя». Турат Куаним Бехар 9. «Дети Израиля мои рабы, я Господь ваш Бог». Вайкра 25 55. Комментарий. Это учит тому, что когда Израиль отправляется в рабство на земле, Танах смотрит на это так, будто Бог также отправляется в рабство. Конец цитаты. Смысл этого фрагмента очень простой. Бог вывел Израиль из Египта, чтобы явить народом свою силу и этим осветить свое имя. следовательно, если Израиль снова оказывается в рабстве, то где в таком случае Божья сила? Это величайший Хилул Гошем! В этом случае народы, так сказать, порабощают самого Бога. Если все это так в случае нападения на Израиль внешнего врага, то что можно сказать о ситуации, когда еврей из страха сам отдается в рабство нееврею. Может ли быть больше Хилул Гошем? Мы должны облечься во власеницу и посыпать голову пеплом. Наше время — это начало избавления, когда в дверь вот-вот постучит Машиах. Сейчас Бог, готовя быстрое избавление, требует от нас кедуш Гошем, основанного на полной вере и доверии к Нему. Но мы, наши дети и наши старики, все мы погрязли в трясине изгнания, а на нашем знамени жирными буквами начертан девиз страха и унижения «Запрещено раздражать народы». Эта идея, возникшая в изгнании, унизительное оскорбление нашего народа. Что еще хуже, это оскорбление святого имени верховного царя. Да, эта концепция была уместна в унизительное время изгнания, когда мы были рабами народов и не могли поднять голову, чтобы защититься. Но какое мы имеем право механически переносить эту идею на нынешнюю ситуацию, когда мы живем в святой земле, земле Бога. Хотя Бог явил нам самые великие чудеса за все время после побед Хасманеев, мы были и по-прежнему остаемся продуктом изгнания, рабами народов, все с тем же рабским духом, за который Бог приговорил наших предков в пустыне. Сегодня главный вопрос повестки дня Кедуш Хашем. Он возможен только при условии полной веры в Бога и доверии к Нему. Мы никогда не должны забывать о великом принципе всякий, кто обращается за помощью к нееврею, прогоняет Машиаха, закрывает двери избавления и навлекает на нас Божий гнев. Избавление придет только тогда, когда Израиль будет жить обособленно, без всякой поддержки извне. Божье имя будет превознесено только тогда, когда народы разинут рты, изумляя силе Бога. Тогда они увидят исполнение видения. «Господь один будет превознесен в тот день». Ешияу 2.17 Более того, упрямый и надменный Израиль никогда не признает Бога своим избавителем, пока у него будет хотя бы один союзник из народов. Только когда Господь один будет превознесен в тот день, только когда Израиль увидит, что Бог один управляет ими. Дворим 32.12 Только тогда он поверит в Бога Тору и Моше раба его. Вот как это произойдет. Один народ и один Бог против всего мира. Только так придет избавление и Израиля, и так сказать Бога. Так я буду возвеличен, освящен и признан в глазах многих народов и они узнают, что я Господь. Ехескель 38.23 Между тем полное и совершенное доверие к Богу ведет к самопожертвованию. Субтитры и Субтитры